Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Снова мы возвращаемся на финансовые рынки и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику финансовых активов. Вот на что, но на фундамент на этой неделе жаловаться точно нельзя, потому что именно он является ключевым катализатором того, что на площадках происходит. И отдельно стоит сказать спасибо Трампу, который держит за собой статус ньюсмейкера. Мне кажется, Трамп буквально за последние два дня явно нам показал, что значит, когда у него плохое настроение. С одной стороны, он обрушился просто с сокрушительной критикой на Федрезерв касательно того, что они сделали, какие решения были приняты, какие планы анонсировали. Это, в конце концов, привело к существенной волатильности не только доллара, а всего спектра финансовых активов. И напоследок, вот вчера новость просто со знаком молнии о том, что Трамп принял решение с 1 сентября установить, ввести пошлины по ставке в 10% на оставшуюся часть китайского импорта. Я думаю, друзья, это, наверное, самое страшное, что могло только случиться на фоне тех основных фундаментальных посылов, которые мы обсуждали. Потому что такая риторика Трампа, такое решение фактически ставит крест, разумеется, на дальнейших переговорах и заставляет нас возвращаться к теме полноценной торговой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Эта тема будет центровой, то есть фактически у нас новый основной фактор именно в плане новостей влияния на активы. Мы за него будем, разумеется, цепляться. Но самое, наверное, важное, то, что это тот новостной фонд, который только поддерживает все те идеи, которые я транслировал вам на протяжении последних месяцев. Мы буквально по большинству активов в одном шаге от того, чтобы сделать профитный ориентир. И это после того, как мы уже не раз достигали профитных значений в рамках этого года. Хочу сказать, что 2019 год складывается уже по большей своей части, поскольку мы перевалили уже за линию экватора очень удачно для долгосрочных спекулянтов. И хочется верить, что мы закроем его так же успешно и результативно, как, собственно, иначе. Сегодня, друзья, на повестке у нас Non-Farm Perils. Еще один важный отчет по штатам. Напоминаю, что после прошедшего заседания мы фактически перезагрузили свое сознание касательно того, что будет со ставками дальше. И положились на риторику Паула, который в качестве ориентиров для нас обозначил следующие отчеты. Вот мы за ними и следим. Сегодня сектор, который, в принципе, влияет на решения, которые принимаются американским регулятором, поскольку это статистика по темпам роста зарплаты и уровню безработицы. От нее будет зависеть много и от нее будет зависеть, в принципе, как мы закроем по доллару текущий день и с чего мы начнем, собственно, следующую неделю. Я сейчас еще пару слов скажу про доллар, когда переключимся непосредственно на него. Но давайте начнем с негатива, который связан с нефтянкой. Поскольку не отработала длинная идея, мы очень рассчитывали на то, что бренд улетит выше 65 долларов за баррель. И улетела бы, друзья, потому что мы смогли бы опираться на прошлый фундамент, который поддерживал котировки. Но никто не знал, что ни с того ни с сего Трамп, после того, как день назад завершился очередной этап переговоров между США и Китаем, и был анонсирован в сентябре, как продолжение этих переговоров решит немного изменить правила игры и вернется к риторике протекционизма. Новые пошлины – это тут же возвращение на риск опасения за перспективу мирового экономического роста и за спрос на углеводороды. Вот, пожалуйста, на этом нефтянка улетела в район 60 долларов за баррель. Лоу 60.01. Удержались мы выше этой планки. Сейчас откатились снова в район 62. И я рекомендую тем, кто держит длинные позиции, друзья, пока что из них не выходить, если еще не сработали стопы. Этим уровнем стоп-лосса должна быть планка, собственно, 60 долларов за баррель, как у нас был уровень по паре доллар-иена, 109.50. Мы его не достигли, резко скорректировались и, в принципе, сейчас пожинаем профитные плоды. Что касается нефтянки, то этот уровень сейчас должен быть обозначен в ваших терминалах. Если вы согласны со мной, то прислушайтесь к моей рекомендации. Но пока что держите длинные позиции, потому что в данный момент у нас соперничество двух важных фундаментальных посылок. Во-первых, это, опять же, как я сказал, риски для мировой экономики и риск снижения спроса на нефть. А с другой стороны, ближневосточный фактор после того, как Штаты ввели санкции против министра иностранных дел Ирана и подтвердили, что сохранят давление до тех пор, пока Иран не изменит свои позиции по внешней политике. Важный здесь нюанс заключается в том, что риски замедления мировой экономики – это риски, которые, скорее всего, реализуются, но не сейчас, друзья. А вот ближневосточный фонд может в любой момент эскалироваться и стать причиной как раз мощного роста котировок нефти, потому что риски перебоев поставок – это центральные риски для всего нефтяного рынка. То есть, приоритет здесь держим за длинными позициями, но если мы поймем, что Brent оказывается в моменте ниже 60 долларов за баррель, нужно тогда сразу же стать реалистами, признать, что открыта дорога к еще большему снижению и выйти из длинных позиций. Доллар иена, как я уже отметил, не добрались мы до стопа, который был обозначен на отметке 109.50, провалились ниже 107.04, и сейчас котировки 106.84 – это минимум, который был зафиксирован вчера. Повторяю, что Трамп жестко раскритиковал Джерома Пауэлла и Фидрезерв, обвинив регуляторов в некомпетентности, в неадекватности, в том, что он своими усилиями и действиями снижает конкурентоспособность национальных производителей и подрывает вообще перспективы роста национальной экономики. И тут же было очень много заявлений импульсивных о том, что, скорее всего, недолго Пауэлла осталось быть председателем американского регулятора. Тут же еще налетела слабая статистика индекса активности в производственном секторе индекс разгона инфляции на многолетних минимумах. Все это как раз статистика следом за последними заявлениями Джерома Пауэлла вышла. То есть, если он следит за статистикой, если ФРС по-прежнему ориентируется на нее, то в слабых данных мы видим сигналы того, что ставки нужно снижать и дальше. Ну и, как я уже отметил, решение Трампа ввести дополнительные пошлини на китайский импорт, это в моменте стало фактором роста повышенного спроса на защиту, на иену, на золото, на франк. Поэтому доллар-иена не устояла на тех уровнях, которые были достигнуты позавчера и резко провалилась, потому что иной динамики мы и не могли видеть, друзья. Золото на этом фоне снова восстановилось, локальный максимум был 1448 долларов за тройскую унцию. То есть, 2 доллара нам не хватило до теста прежнего нового целевого ориентира, мы его уже не раз касались в этом году, сейчас снова пытаемся это сделать. Я думаю, что при том фоне, который сейчас обсуждается, скорее всего, будем идти выше на 1500 долларов за тройскую унцию. Фунт против доллара 1.21, лоуд также вчерашнего дня 1.2078. Тест 1.20 – это вопрос самого ближайшего времени. Фунт реально примерил на себе статус аутсайдера после обозначенных и вновь актуальных, даже очень актуальных рисков Брекзита, после того, как примером стал Борис Джонсон. Все к этому идет. Борис Джонсон не хочет вести приговоры с Европейским Союзом. ЕС тоже особо-то и не горит этим делом, потому что для них важно, чтобы в повестке этого соглашения осталось положение о бэкстопе. Борис Джонсон против него. То есть, очевидный конфликт интересов, в конце концов, если Борис Джонсон все-таки подтвердит статус такого же жесткого политика, как и Трамп, быть не менее жесткому Брекзиту, друзья. К этому готовимся и ориентируемся на планку 1.20. По решению по процентным ставкам, вчера и объемы выкупа актива без изменений, мы предполагали. Снижен был прогноз по экономическому росту на этот год с 1.5 до 1.3. Это, безусловно, негативный момент также для британца. Но не было комментариев касательно того, что будет с процентными ставками дальше. Пожалуй, это единственное, что помогло на текущем этапе фунту удержаться выше планки 1.20. Но на следующей неделе, скорее всего, поскольку парламент на летних каникулах до сентября, у нас не будет возможности анализировать какую-то новую риторику. Мы просто будем вариться в притяжных рисках Брекзита. И это как раз может отправить фунт ниже планки 1.20. Евро против доллара 1.10.76. Цель 1.10. Еще один блок данных по производственной активности в мрачных тонах. И еще один стимул держать короткие позиции. Американский фондовый рынок, европейский, S&P 500, 2947 пунктов. Сейчас цель, друзья, 2800. Пошли мы вниз на рисках торговой войны. Это самый важный негатив, который сейчас может стать причиной серьезных распродаж после переписанного локального максимума неоднократно. DAX 12.062 пункта. Цель 11.700. Идем тоже вниз. Доллар канадец 1.32.15. Закрепились мы выше планки 1.32. И тут нам помогла нефтянка. Я думаю, что открыта дорога роста и движения в районе 1.34-1.35. Ну а по остальным активам австралиец-новозеланец также все без изменений. Мы вот-вот достигнем наших профитных значений. Очень близка цель по новозеландцу. Там у нас уровень 0.65. Сейчас котировки 0.65.38. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хороших выходных, друзья. Жду вас снова в понедельник. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok